Добрый день! Андрей Шалыгин, интерлопер, National Explorer. Сегодня мы хотим вам показать наборы для бауфишинга и какие луки, каким образом можно оборудовать для бауфишинга. Ну, из премиум класса у нас для бауфишинга предназначены комбинированные наборы фирмы Mazi и AMS Bow Fishing. MES Bow Fishing, значит, американская фирма, как и Mazi, достаточно известная, выпускает катушки для бауфишинга, которые, в принципе, могут быть установлены на все луки, на блочные, на классические, на какие угодно. В этом случае это прохоки Хойта, и этот набор можно назвать оптимальным для бауфишинга. Значит, ретривер имеет катушку, там 20 ядов шнура, который закрепляется к гарпуну на подвижной подвеске. С набором идет свой подвес, с гарпуном идет свой слайдер. Поэтому у вас, если вы покупаете гарпун отдельно, а набор отдельно, у вас один слайдер получается в запасе. Как правило, эконом-классы наборы не комплектуются охотничьими прицелами и пипсайтами, стрельба идет интуитивно, но это все зависит от законодательства страны, где вы занимаетесь бауфишингом. Если в Америке, допустим, на прыгающего карпа за это вам скажут только спасибо, то в Российской Федерации, в частных рыбохозяйствах, рыбоводческих, вам за подранков и поврежденную рыбу спасибо никто не скажет. Поэтому надо на наборы для бауфишинга ставить стандартные прицелы, хотя бы минимальные, которые обеспечивают стрельбу на расстояние до 20-30 метров, и пипсайты для того, чтобы обеспечить себе две точки прицеливания, и ваша стрельба была эффективной. Так как у гарпуна сзади имеется ограничитель скольжения, вот такой вот болтик с накладочкой, который препятствует движению слайдера и снятию с гарпуна, то, соответственно, накладывается определенное ограничение на полочки, которые применяются для бауфишинга. Полочки для бауфишинга, в принципе, если у вас внутреннее крепление гарпуна за ног, то можно использовать там и обычный бисквит, и еще что-нибудь в этом роде. Но когда вот идут американские гарпуны с достаточно таким массивным и мощным оконечником, нужно, конечно, использовать падающие полочки. В данном случае мы поставили здесь Revolution 2.0, она имеет три сменных вот эти вот каретки зажимающие, и это очень хорошо в данном варианте, потому что даже если у вас возникла какая-то неисправность, если гарпун некорректно прошел полку или вы как-то повредили ее при выбирании рыбы, потому что это связано с активными манипуляциями катушкой ретривера, вы можете повредить полочку. И к полкам Revolution 2.0 идет целых три вот этих вот подвесных захвата, и вы можете, собственно говоря, трижды экспериментировать, если у вас что-то пошло не так. У ретриверов имеется поворотный кивер для закрепления гарпуна. Вот сюда вот гарпун этот закрепляется. Здесь идет стандартный панорамный быстросъемный захват, поэтому катушка очень быстро снимается одним поворотом и заменяется на штатный кивер на 3-5 стрел для охоты. Поэтому в таком оборудовании, вот допустим ProHawk из bowfishing варианта, в обычной охотничьей переоборудуется буквально там за 10 секунд. Отстегнул, снял, поставил кивер, закрыл замок, все. Все остальное это уже настройки прицела. Дело в том, что катушки и ретривер устанавливаются относительно оси стрельбы, плоскости стрельбы, вертикали, чуть вправо и вниз. Они могут здесь регулироваться за счет вот этого вот регулятора. Регулятора максимально, в зависимости от своих потребностей, конечно, постарайтесь их подвинуть к оси стрельбы, но иногда так не получается. Кому-то нужно здесь пространство, кто-то здесь хочет подматывать как-то более удобно себе физиологически. У всех разный размер живота и все такое прочее. Поэтому вот это расстояние от оси гарпуна и катушки bowfishing, оно все-таки существенное достаточно. И даже на дальности 10-20 метров, вот это вот расстояние, так как все-таки, когда мы ретривер спускаем, есть сопротивление вот этой фала. Иногда же он намокает у нас при неоднократной стрельбе, его разматывание, в общем-то, становится не таким, как у сухого. И все это влияет на то, что гарпун начинает отклоняться вправо-вниз. Вот эти все регулировки, они настраиваются прицелом. Нужно брать прицелы, у которых пины по горизонтали, вдвижные-выдвижные, регулируются здесь, и может и по длина регулироваться. Можно однопиновой, тогда вот этой кареткой все это возится. Значит, как правило, на универсальных луках, там где вы охотитесь в одном и том же месте, и на дичь, допустим, на утку, и занимаетесь боуфишингом, допустим, на сазана, допустим, та же самая дельта-волга, дельта-волги, вы можете одновременно быть готовы к стрельбе и по утке, и по рыбе. Для этого один пин регулируется под установки на боуфишинг, второй верхний пин на близкие расстояния ставится, значит, по утке под стрелу. И поэтому вы всегда можете взять либо стрелу зарядить, выстрелить из такого лука, либо гарпуном с боуфишинга. Вот такой подвес боуфишинга, уже стоящий на луке, совершенно не мешает использовать его как блочный для стрельбы обычной стрелой по утке. Значит, в этом случае, если мы используем его в варианте боуфишинг, для скорости спуска стрелы, быстрого заряжания и оперирования луком, нужно, конечно, использовать не замыкающийся релиз, а на пальчинке. На пальчинке, вот, допустим, картельевский, это тот, который у вас находится на руке постоянно пристегнутым. Значит, здесь особенность регулировки. Вы заводите за сустав и после этого обжимаете, чтобы никуда у вас на пальчик при любых манипуляциях не делся. Дальше зажимаете, собственно говоря, вот обычно сетевую. Здесь находится специальная прокладочка, которая предотвращает зажимание вот этими двумя пальцами самой стрелы, для того, чтобы она не препятствовала выходу ее исходу. В том числе, вот этот спейсер, так называемый, он нужен для того, чтобы вы не захватили гарпун где-то здесь или за веревочку, или за что-то. То есть, это предотвращает вот этот хват с зажимом. Значит, здесь специальные обратные идут такие зажимы-решетки, поэтому снятие напальчника картельевского достаточно комфортно. В варианте VIP-аутентичном для стрельбы из классических традиционных луков, как правило, используют классические традиционные напальчники. Ну, это идет, значит, установка на все три пальца, хотя, конечно, все это зависит от усилия лука, и может быть достаточно даже два пальца. Обычно иногда даже делают, там, перчатки старые берут, обрезают, и у вас получаются напальчники нормальные. Значит, дальше это все здесь зажимается, интеллектро выпускает замшевые варианты для классических луков, поэтому, пожалуйста. Значит, с точки зрения использования самого механизма богофишинга, когда гарпун в вас ушел, в опущенном положении фал разматывается свободно, потом, чтобы подматывать, специально вот здесь есть стопор-тормоз, вы его зажимаете, и только тогда начинает она сматываться. Если вы его отпускаете, она спокойно распускается. То есть, обычный, значит, вариант безинерционной катушки подматывания, с помощью этого вы тормозите рыбу и вводите, значит, в действие лебедку подматывания. Вот, значит, в принципе, самый оптимальный бизнес-класса комплект на богофишинга. Это ретривер АМС Боуфишинг, прицелы Фьюз, лук, значит, Рохок Хойт, Революшн 2.0 с тремя комплектами полчика, гарпун АМС Боуфишинг, наконечник в комплекте. Например, напальчник в картель, либо для аутентики совсем лето, когда жарко, чтобы на пальцах не мешалось, тогда, значит, вот интерлопер производства собственного. Что касается дипснаряжения класса Элит, мы здесь собрали достаточно похожий комплект большего класса, потому что здесь практически все то же самое оборудование, но уровнем выше поставлено. Значит, что здесь имеется в виду уровнем выше? Гарпун, это уже у нас, соответственно, то же самое АМС Боуфишинг, но это более дорогой из других материалов гарпун, он еще тут расцвеченный, подкрашенный. Здесь Big Game стоит ретривер, значит, чем он отличается? Помощнее фал, вообще он предназначен, конечно, для охоты на крокодилов, но у нас в Российской Федерации есть много другого, чего интересного, и на самом деле вот в таком снаряжении эти луки удобно применять для стрельбы по бобру, андатре, нутре и даже по утке или крупным, значит, водоплавающим, в том числе гусин, там, где разрешено лебедям и так далее. То есть у вас нету проблемы потери стрелы и подматывания, значит, после этого объекта охоты, поэтому по бобру вот этот вариант, он оптимальный. Значит, все что угодно большого размера, там, 20-25 килограмм, нормально вы его вытащите, там, даже из нары поддернете, и с этим проблем ничего не будет. При запутывании можно хорошо подтянуть, включая, там, лодку, закорягу на себя, и это все здесь доступно, и ничего здесь не развалится, для этого предназначено. Ну, подвеска киверная здесь та же самая работает, вот, значит, штатные прицелы, вот, все это одинаково по устройству, длиннее фал, больше катушка, чуть помощнее рама, немножко другой принцип закрепления, для того, чтобы все это было более жестко. Гарпун получше, вот, и, в принципе, вот это вот максимум боуфишинга, который сегодня доступен. Это хойт карбон элемент, достаточно легкий, уникальный дизайн, которого, значит, с 2014 года уже не будет. Новые хойты, они уплощенные, поэтому вот этой красоты вы все не увидите. И этот лук, он выдерживает, значит, наезд внедорожника, достаточно жесткая конструкция, поэтому, в принципе, этот лук можно бросать. Что касается холостого выстрела, то данная конфигурация холостого выстрела практически не боится, за исключением, что здесь идет, в основном, обрыв тетивы, вот. Поэтому, в принципе, ремонт, ну, самое максимум, что вам там сектора придется заменить там на блоках, но сами блоки выдерживают. Значит, поэтому вот в таком виде это достаточно надежно и максимум всех возможностей боуфишинга здесь учтено. И здесь, на этом наборе поставлено еще специальное приспособление для боуфишинга, которое позволяет работать с данным луком без напальчников. Вот видите, здесь обрезиненный кусок тетивы сверху на один палец, обрезиненный на два пальца снизу, специально они здесь заточены под пальцы. Поэтому вот здесь никакого напальчника вообще не нужно, и из этого лука можно параллельно стрелять как обычными стрелами, так и в режиме боуфишинга. Естественно, здесь существует панорамный быстрый сброс, так же, как и в этом варианте всего этого приспособления. Поэтому даже если вам попадется крокодил, то у вас он и акула под воду не вытащит. Значит, еще раз. ProHawk AMS Bowfishing Retriever Pro Business Class, Carbon Element, AMS Bowfishing Retriever Big Game, Fuse прицелы в обоих случаях, стабилизаторы для боуфишинга и для стрельбы на 20 метров, они не только не нужны, но вредны. Они отрицательно влияют на точность стрельбы на дистанции до 25 метров, поэтому стабилизаторы здесь излишни. Принцип работы у обоих систем одинакового. Спасибо, Interloper, National Explorer, Андрей Шелагин. Покупайте набор для боуфишинг в варианте Hoyt AMS Bowfishing от Interloper. Спасибо.